Привет! В сегодняшнем ролике я собрал 800 кругов для того, чтобы они повторили гражданскую войну в России. Это очень масштабный конфликт, потому что помимо основных сил в виде белых и красных, у нас есть еще гражданки в Финляндии, Прибалтике, Украине, восстание в Средней Азии, независимо Кавказы, Американо, Британа, Японо, Канадские и вообще куча интервентов. И пока игроки еще занимаются страны, вы можете поддержать ролик лайком. Это сейчас очень важно, потому что алгоритмы Ютуба довольно капризны, только благодаря вам этот ролик выходит в рекомендации. Заранее спасибо. Команду красных в этот раз возглавляет Леха-22, а белых ниггер. Пока белые командиры насмехались с довольно неожиданным псевдонимом Колчака, красное командование обсуждало планы. Не будет сильно много войск на юге России, там только два генерала понадобятся. В это же время белые получают помощь от интервентов в виде снаряжения, еды и танков. А они же занимали российскую территорию и размещали на ней войска. Советская власть воспользовалась моментом и настраивает население против американских оккупантов. Вот, например, опубликованный отрывок обращения к США. Если они не сходят за ними, то они являются интервентами, они будут уничтожены. Слово, забочие всего мира. Закройте их. Также из разделения белых на три большие части видно, что у них нет единого мнения на ситуацию. Кто-то хочет вернуть царя? Вернем наследника законного на престол. Кто-то понял, что его уже нет. Лех второй уже мертвый. Мы нового найдем. Я Николай Второй. А другие вообще хотят построить демократию. Приведем к власти демократическую власть Варалангеля. А еще пришли неожиданные новости из Европы. Видимо, влияние победителей Первой мировой там пошагнулось, потому что правители Австрии и Венгрии объявили о восстановлении империи. Внимание, говорит Австрия. Я официально объявляю то, что Австрия будет реформировать Австро-Венгерскую империю. И что удивительное, вообще выходит за грани понимания, так это поддержка Австрии со стороны Югославии и Чехии. Прямо по центру Европы создается новая угроза мировой безопасности, и я решил спросить у британского премьер-министра, что он об этом думает. Все не п*****. В переводе с английского премьер-министра сказал, что ему все равно. И как же мне повезло, что в это же время они вместе с президентом Америки обсуждали план на Россию. Россия это экономическая база, которую можно доить сколько хочешь, и тебе ничего не будет, потому что все ненавидят Россию. Я сейчас запущу сильную пропаганду, по которой буду называть Россией все лохи, я их ненавижу. Народ меня поддерживает, в Венцу в красную и белую. После захвата России мы перейдем в Европу, и там тоже будем все доить. А в это же время белые начали подготовленное наступление по югу России. Красные еще не успели закрепиться в Украине, но основной удар пошел на царицев. И это еще накладывается на плохую организацию советского командования. Мы ничего не можем сделать, у нас нихера нет. Северный фронт, атакурия. Где все сильные дивизии? Какой пипер спрятал? Сверенные окружения в Финляндии идут. Я воюю, как не знаю кто, я генерал. Но тут они собираются и наносят удар по Литве, Латвии и даже удержали Астрахань. Но тут около нее появились британские танки. Видимо, в Лондоне активно обсуждается ситуация около Астрахани, поэтому сюда были перекинуты аж 10 танковые дивизии. Это, похоже, все танки Британии. И пока все советское руководство думало, что делать с этими танками и что они делают под Астрахани, белые занимают царицы, но здесь красные могут попасть в котел. Но неожиданный прорыв в сторону Казахстана. Две дивизии белых котлей и красные заворачивают на Астрахань. Но несмотря на эти успехи прорыва, у красных все равно дела идут не очень. Белый их поджимает и Троцкий поехал просить помощи у европейцев. Меня зовут Троцкий, я представитель Российской, Советской, Социалистической Республики. Мы, в общем, тут воюем на все фронты, у нас самая сильная и мощная армия. Но если вы не встанете на нашу сторону, мы вас всех, короче, разбьем, потому что мы сделаем революцию по всему миру. И пока жители Парижа с интересом слушали Троцкого, красные его отберут и громят латышскую армию. Они уже у Риги. Также развернулось выступление на Архангельск и на Урал. Еще идет попытка выбить белых из Украины. И так получилось, что в Париж приехал просить помощь еще и Колчак. И он не ожидал там встретить Троцкого. Ты дурак или кто? Ты понимаешь, что твои идеи говно? Люди, пожалуйста, не заберите проговоры по Малишону. И приходят новости с юга России. Красные опять пытаются отбить Царицына. И там развернулось масштабное сражение на 50 дивизий. Но Италия решила не ждать решения Лиги нации по австрийскому вопросу. И просто на нее напала, чтобы та не восстановила Австро-Венгерскую империю. И, наконец-то, белые нашли еще одного союзника. Версия нападает на Советов. Очень шаткое положение сейчас у Советов в Украине. Потому что там украинцы пытаются пробиться под Днепру. И если они это сделают, то столица Советской Украины будет заблокирована. Также Красному дается занять криву рока, а тут доносятся странные звуки. Огурцы, гони сюда! Советская власть реквизирует! Ты че это? Ты изменник своей родины? Иди к комиссару огурцы, картошку сдавай! И вот после этого мир не будет прежним. Армения и Азербайджан так и не смогли поделить нарды. Также украинское правительство обращается ко всем странам из-за недостатка продовольствия. Я бы от лишнего кусочка сала не отказал. Пожалуйста, помогите, а вы не смогли. А где ты, Украине? И в это же время украинские войска совместно с белыми блокируют криву рока. А российские генералы вообще выходят на столицу Советской Украины. Но вместе с этим они теряют важнейший фронт. Белые генералы почему-то не оставили войска на казахов, и те наступают в сторону красных. А Советы в это время прорываются на Урале, сейчас белые могут попасть в огромное окружение под Астраханью. Также готовится окружение под Царицыным. И я думаю, может зайти к Швеции, там вроде всегда играют адекватные игроки, да и шведам особо не надо на кого-то нападать. И тут я услышал это. Господь заявляет о том, что Норвегия провокация на границе. Норвегия провокации на границе, а также мы обнаружили их шпиона. И шведский парламент вместе с нашим королем решил объявить войну. И пока красные продолжали брать в окружение белых, они не могли договориться в генштабе. И итальянцы продолжают разбираться с еще не восстановленной Австро-Венгрией, теперь они захватывают Югославию. Если вы переживали за генералов Белороссии, то они наконец-то договорились. Мы приняли решение, что скорее всего на Северном фронте мы станем по реке, по Луганску, по Ростову и в Крыму, чтобы не создавать огромную территорию. А мы, подождите, а мы не можем сдать тогда? Кто атакует опять Украину? Кто опять атакует? Кто? Кто? Шевченко. И опять началось. Может, наказки отступите из Херчей и встаньте по реке? Это бред. А мы не можем, нас надо будет вот тут вот как-то сохранить, потому что нельзя создавать этот... Ну не похер, ну потеряйте вы там всю промышленность, и что дальше? Вы что его оснаривать играете? А в это же время, я не знаю, что предложила советская власть Юго-Ставе, Румынии и Турции, но они вступили в один альянс Советской России. Вот так сейчас все это выглядит, и здесь еще каким-то образом оказались немцы, но в Москве уже праздник. Белые пытаются начать наступление в сторону Царицына, но тут их ловит Красный, и контратака отбивает. Советы сейчас могут выйти на Ростов и разделить силы Белых. Также идут тяжелейшие бои около Астрахани, и вот Красные пробиваются к Ростову, осталась всего одна провинция, и Белые за нее держатся. Ситуация настолько напряженная, что без афганского репортера не обойтись, он выехал прямо на позиции. Я вижу стену. А, стоп, надо повернуться. Я вижу поле. Сейчас мы наступим. И тут битвы за... И тут битвы за... Как это, Америка, называется? Депутой. 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 Если я не понимаю, что это... Депутой. Белым удается взять столицу советской Украины, японцы высадились в Владивосток, а Советы разгромили Эстонию, также они продвигаются на севере. И вот Эстония теперь едина. И после поражения Советов на Днепре туда прорвались украинцы, они уже серьезно оттеснили красных и готовятся брать уже вторую столицу Харьков. И глядя на фронт белых, я решил спросить, как у них дела. Передаю привет людям из Вены, возможно, они нас услышат, но не сдохнут. Польша, видимо, надоела воевать с Украиной, и теперь она перешла на вставление на Румынию. Украинцы пробились к Харькову, и снова новости от белых. Очень противно. Очень противно. Она скидется. Если я признаю... Также не переживайте за афганского репортера, у него есть кнопка возрождения. И оказывается, что в это время между Украиной и Польшей шли переговоры. Да, Украина хочет поговорить о прекращении огня между нашими братскими народами. Я тоже не просил. Польша и Украина подписали перемирие, тем самым признав друг друга. Ни одна республика так еще не делала. И это, наверное, запустит процесс признания других в формировании антироссийского альянса. Но в это же время Советы продолжают прорываться к Уралу, а итальянцы, на удивление, захватывают Югославию. Также новая агрессия в Европе. Ирландия пытается выйти из состава Великобритании, но та ввела в нее войска. А еще Германия напала в Нидерланды, и каким-то образом Бельгия стала французской. В Турции продолжается гражданская война. Советы Финляндии продвигаются и загоняют противников в Хельсинки. А еще Красные выбили британских интервентов из Дагестана и расширили фронт белым. Но у них уже не хватает здесь войск, британцы убежали. И давно мы не общались с правительством Литвы и Латвии. Они рассказали о своем положении. Плохо, все очень плохо. Все плохо, Ригу берут. Я пробить этих коммунистов не могу, не получается. Господи, кому нужна ваш Латвия и Литва? И поляки решили признать Литву и Латвию. Более того, они взяли их к себе в альянс и перекинули дивизии на помощь в Бароне. Также Польша уже почти захватила Румынию. И Советы вместе с казахами сделали единый фронт и начали наступление на Белых. А в Европе Венгрия продолжает держаться против Италии и Чехов. И внезапно Узбеки перекинулись из России на Афганистан и загнали афганского лидера прямо в столицу. Также я вам не рассказывал об Испании. Они здесь захватили португальцев. И неожиданно впервые за игру британцы решили кого-то поддержать. И послали канадцев на выставку в Испанию. Красные продолжают поджимать белых на юге. Они уже совсем что-то расклеились. Вот брали бы они пример с египетского правителя. У меня появился один военный завод. Сила налаживаются. А американцы начали наступление в Финляндии. Это вызвало реакцию советских генералов. И вот советы попадают в окружение в Украине. И в Генштабе у красных происходит не пойми что. Канадцы захватили большую часть Испании. Итальянская военно-машина заглохла в противостоянии с болгарами. А красные решили срубить все деревья У нас есть дерево, пацаны У нас нет дерева Прорыв на юге, прорыв Прокладываю я, генерал какой-то там Это непонятно Также в Москве Советы устроили праздник Но что-то какой-то странно, музыка не включили Пролинка пошла, пошла жара Важная информация Нидерланды держат оборону против немцев А армяне разносят и британцев, и турков И приходят срочные новости с юга России Там Советы пробивают оборону белых Разделяют юг на две части Также у них получается пробить окружение, видимо, белые на юге Все, еще армия Советов подходит к Киеву А генералы белой России продолжают конфликтовать Нас генералы боятся Я постоянно хожу, даю приказы Кому ты даешь приказы? Что ты тут приказываешь? Ты видишь, чтоб хоть кто-то твой приказ выполнял? Ты можешь? Посмотрите на этих буржуев, только приказы выдавать им могут Закрой ты, красная шваль Выдеть сюда Спокойно в снег Короче, белые бедрасы Вы какого хрена трогаете наши Расскажи, кто мы там? Давай погромче Погавка, собака польская Какого-то ничтожества Я вас всех лично расстреляю До царя до конца Русские не сдаются Вы тоже русские, мы тоже не сдаемся Канада захватила Испанию Советы вторглись в Азербайджан И уже дошли до канадцев И советские генералы уверены В своей победе, но все равно они как-то нервно действуют Кто агрессию поставил Блять, блять, ну не до убийц вы Чуваки, у них на севере, блять, укрепление А вы берете и долбитесь у них Вопрос нах... Главное за чем? Я не долбиться, долбиться, долбиться Поставил агрессию Красный Финляндия и Дашида Хельсинок Белый откинута в Крым А японцы прорвали Дальний Восток Также американцы высаживаются в Германию А у немцев нет войск Они все были у Нидерланды Американцы быстро продвигаются по стране Также началась гражданская война в Персии Франция объявила войну в Великобритании Подвела флот Британцы почему-то спят И огромный десант высаживаются на юг Великобритании Белые ели как держатся в Крыму Британия вся пустая А она капитулирует После поражения Великобритании Белые генералы разбежались А советы установили которые почти на всей страной Но с одной стороны поляки С другой японцы решили продолжить наступление на Россию И просто тяжелейшие бои развернулись в Литве Там игроки стояли в несколько месяцев И так и не смогли пробиться Но вот в Европе Американцы взяли Германию И начали наступление на итальянцев И Болгария видимо нанесла такой удар по итальянцам Что американцы спокойно продвигаются и идут на Рим Также попытка от Канады помочь американцам захватить Францию Но французы их потом начинают откидывать Советы решили забить на войну с Польшей И высадились в Германию Там взяли восток у американцев Но в это же время на Сибири развернулось огромное японское наступление И вот такой у нас получился мир Игроки слишком забили на ситуацию в России Из-за этого конфликт перекинулся на большую часть мира Ну а на этом все Напоминаю что вы можете поддержать ролик лайком А канал подпиской Также не забывайте писать свои идеи Летчеренджи в другом комментарии Спасибо